всем привет друзья вы в настоящем моменте меня зовут виталий со мной лада завтра пасха у нас есть полторы тысячи полторы тысячи гривен это около 40 долларов и мы хотим потратить эти деньги на продукты на праздничный стол пасхальный мы сейчас поедем на рынок посмотрим какие там цены что там есть а потом поедем в сельпо большой гипермаркет супермаркет да и посмотрим какие там цены сравним и все что купим покажем вам здесь же в этом парке писателя который мы сейчас находимся в ирпене все погнали начнем с ирпенского центрального рынка посмотрим есть ли какой-то ажиотаж перед пасхой почем здесь цены некоторые цены узнаем на мясо рыба на кексы пасхальные на яйца же обязательно конечно посмотрим цены как лучше зайти в мясной павильон через центр на ну на мой взгляд народу как обычно здесь особо так какого-то ажиотажа не наблюдается сегодня пятница страстная пятница лада говорит это имеет какое-то значение для рынка я шучу это имеет значение для верующих а для рынка мало что много очень цветов я даже не пойму это настоящий или пластмассовый так давай спросим почем рыба свежая до чеченый 140 нечищены 130 а вот этот порезанный по 70 карасики яйца по 60 по 65 такие крупные нужно же белые а белые по 65 если красит то лучше голодовцы 200 и редиска 95 ничего себе цена на огурцы до картошка по 10 смотри картошки дешевая и красиво это мясной павильон да по теленок почем 250 220 по шеечек 150 гуляш такие куски гавриня со 180 по чем-то пасочки нас красивая какие-то по 70 вижу по 80 по 100 по 150 по 170 и самое дорогая 250 350 вот такая красоте ну в общем от 70 гривен до 350 гривен на рынке пасочки пасочки или пасхальные кексы если правильно говорить ну все мясо на рынке не было здесь закончилась сало было по 150 до все туда поедем в какой-нибудь сельпо и там посмотрим цены и там принципе все на месте можем себе и купить уже там есть все компактно и вино мы там тоже можем найти мы хотим как бы такой себе праздничный стол сделать и посмотреть в какую сумму нам это обойдет друзья на самом деле мы опасным делом занимаемся на рынке людям не понравилось что мы с камерой ходим и мы вынуждены были быстренько туда уйти пока не на нам не дали поэтому мы решили приехать дальше в один из супермаркетов здесь в нашем регионе это сельпо почему сельпо потому что мы уже вам показывали как-то а т.б. показывали новус показывали ашан а в сельпо ни разу не были да это очень хорошее нам нравится именно это сельпо она новая и тут все очень вот если нам удастся сейчас снять вы посмотрите как там все красиво нам нравится пойдем смотреть а редиска по восемьдесят девять гривен это такая же цена практически везде есть огурцы по 200 гривен есть дороже так почему у нас капуста по 99 гривен молодая почти нет видишь перед гражданами 200 гривен разобрали так тебе надо взвесить все здесь единственное что сельпо все время приходится взвешивать самому весь товар они на кассе это удлиняет покупки почем кукурузка 57 картошка тут конечно дороже чем на рынке по 17 гривен килограмм молодая картошка вообще по 23 это молодая еще есть по 46 так больше по 10 по 4 это дешевле чем на рынке да давай такую упаковочку это удобно очень да так мы нашли стенд на котором представлены цены и по одной штучке и тут мы тут сориентировались лада говорит вот самый дешевый я так понимаю вот это вот самая дешевая из такого нормального размера до 300 грамм который да потому что это слишком маленькая вот 43 гривен и она очень она очень прям на подарок такая хотя по вкусу они могут быть даже одинаковые ну сверху видишь сколько на них всякого наложено изюма там вот это вот смотри кстати можно такую купить нет это 124 119 кекс домашний это кекс это все кексы смотри на каждый написано кекс святковый они все кексы давай вот такую красивую пасочку одну куплю но красивую да здесь есть отдел из кулинарии с полуфабрикатами здесь очень много всяких готовых вещей если вы не хотите готовить то можно готовые салаты купить но мы не будем цены рассматривать подробно и так мы здесь спалимся с камерой могут сейчас в любой момент нам сказать а что вы здесь снимаете что вы думаете тоже вкуснотень какая-то 65 гривен корейка свиная чернослив да ребру свиное на дровах это уже я так понимаю это типа копченая буженина на дровах выглядит вкусно все ну да аппетитно и здесь какие-то готовые шашлыки вот видите 39 это значит 390 гривен 400 гривен готовый шашлык он уже замаринованный в луке вот куриный куриные крылья вот еще куриные стегна видите какие цены вкусноты всякой полно дрова если надо для шашлыка мы сейчас просто возьмем какое-то сырое мясо для того чтобы самим нарезать его замариновать и сделать шашлык сейчас лада найдет посмотрит возьмет и я вам скажу почем оно цветок 234 гривны я вижу да свинячая вырезка 254 гривны вот что это у нас свинячий кастрец это свинячая лопатка 194 печеревина 184 но это такое это сало это такое не берет никто на шашлык так я купила кусочек на шашлык вот все что я смогла купить это какой-то окис вот 145 гривен он стоит 204 килограмм 145 гривен немножко ну нам хватит другого нет значит пора здесь 250 гривен килограмм получается на рынке дешевле окунь 229 гривен килограмм так это что короб 289 гривен килограмм сон 320 гривен килограмм ну такие вот цены мы досмотрелись тут у них есть еще короб живой карп стоит 140 гривен килограмм 149 150 получается если округлить вот в этом аквариуме плавает это практически такая же цена как на рынке 289 гривен дороже чем мясо вот такой кусочек короба 145 гривен он уже чищен а вот для ленивых людей здесь есть уже крашеные яйца по 10 гривен штучка если обычные яйца стоят не крашеные по 4 гривен штучка то эти по 10 а это что а это просто для красоты ну и всякие деликатесы лада хочет сейчас купить колбасы добрый день добрый день добрый день добрый день сейчас по чем колбаса по 340 гривен килограмм друзья вот винный отдел хотим найти бутылочку вина себе здесь просто кошмарное количество всяких вин я не знаю разбираться в вине это очень сложно потому что они все время как бы разные какие-то марки разные у них цены разные они сухие полусухие белые красные зеленые синие не знаю как в этом разобраться поэтому поэтому мы просто сейчас наверное дешевое вино оно уже плохое хочется хорошее а хорошее стоит дорого я не знаю даже да может нам лучше взять ром вот ром здесь да или виски здесь полно всего всякого алкоголя у меня здесь глаза разбегаются хожу смотрю ну цены здесь такие как везде в принципе вот я ориентируюсь по виски я виски хорошо понимал например вот например вот там люди стоят поэтому не могу показать в общем поверьте мне на слово здесь средние цены на все в алкоголе и весь ряд алкогольный есть полностью мы долго обсуждали какое вино нам взять и решили взять вот это вот за 230 гривен сапирави красное сухое вино попробуем по крайней мере должно быть хорошим я думаю что вот этот вот набор всех продуктов как раз самый оптимальный набор для праздничного посадка хального стола он нам обошелся в 1458 гривен вот и что у нас тут есть у нас есть самый дорогой кекс 379 гривен мы не хотели такой дорогой но так вышло так вышло вино за 229 гривен рыбка короб которую просто пожарить или там запечь 145 гривен вот такая вот одна рыбка на шашлычок мяско 145 гривен там 700 грамм значит сыр голландский 58 гривен такая домашняя колбаска копченая 154 гривны здесь 340 грамм ну такая нормальная цена яйца вообще прекрасные 40 гривен десяток три десятка 119 гривен ну такая баночка кукурузки это просто мы делаем с яйцами с редиской очень вкусный салатик со сметанкой это стоит 57 гривен конечно очень дорогие огурцы и помидоры огурцы 3 штучки 80 гривен помидорчики 45 гривен где-то полкилограмма оно тоже такое редиска тоже дороговато 90 гривен сейчас но салатик из не очень свежий вкусный это 3780 ну вот я думаю в принципе этого хватит вот на такой вот праздничный хороший стол и не только на двоих я думаю да 40 долларов в общем то так я думаю что с гостями посидеть в общем то можно будет немножко ну так не шикарно то есть можно гораздо шикарнее можно оливье делать можно там я не знаю чего-то ну элементарно приблизительно но можно было купить дешевле вот эту паску то есть вот этот вот кекс мы выбирали вообще-то за 200 гривен а там видимо цена была перепутана как обычно в супермаркетах чуть-чуть не то поставили и мы купили самый дорогой выходит друзья на этом мы заканчиваем свое видео поздравляем всех с наступающим праздником Пасхи мира тепла любви чтобы наконец закончились дожди всем пока я